Татьяна Сенсюрина – молодой предприниматель. Уже несколько лет руководит гостиничным комплексом. По словам героини, в условиях пандемии бизнес несёт колоссальные потери. Девушка приняла участие в региональном бизнес-форуме «Деловой климат в России» и не пожалела. Ведь именно здесь совместно с региональной властью был разработан план по комплексной поддержке ульяновских предпринимателей. Теперь Татьяна нацелена воспользоваться льготами уже в следующем году. Воспользуемся этой мерой поддержкой мы однозначно, потому что кредитование бизнеса под маленький процент – это очень важное составляющее, потому что обычные банки не берут на себя такую ответственность и по суммам, и по процентам. А здесь от государства такая мера поддержки, она очень даже нам поможет. Во второй день на бизнес-форуме обсудили итоги работы движения «Опора России» и дальнейшие способы поддержки ульяновского бизнеса в условиях пандемии. По словам председателя общественного объединения Николая Золодовникова, за прошедшие четыре года сделано немало. Особенно приятно видеть результаты по работе со школьниками и студентами. Это большой пласт работы. Здесь мы говорим и о лиге школьного предпринимательства, где наши предприниматели выступают экспертами, а в ней участвует порядка 400-500 школьников за один год. То есть за четыре года это порядка уже двух тысяч школьников. Это либо студенческого предпринимательства, где мы работаем со студентами и выводим их уже на некие стартапы. То есть не просто теоретическое обучение, но и стараемся подобрать им наставника, либо инвестора. Важно, что сегодня ульяновские предприниматели в условиях ограничения опираются не только на государство, но и на своих коллег. К примеру, Владимир Никифоров поддержал мелкий бизнес и снизил арендную плату за использование своих помещений. Ну, я, естественно, арендатором своим снизил арендную плату. Меру выполняем. Поставили все, что требует от нас. Роспотребнадзор, поврики, санитайзеры. Проверяем температуру. То есть все это мы делаем. Общий пакет поддержки малого и среднего бизнеса составит 200 миллионов рублей. Обсуждения по выделению средств начнутся в 2022 году. Максим Писарев, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.